Сегодня в России отмечается День студенческих отрядов. Эта дата появилась в календаре не так давно, в 2016 году, хотя студенческому движению в стране уже более 60 лет. Сегодня гость нашей студии, руководитель студенческих путинных отрядов и международного сотрудничества Якутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации российские студенческие отряды Алексей Амосов. Алексей, я тебя приветствую в нашей студии. Здравствуйте. Вот в должности твоей есть слово «путины». Это от слова «путина»? Да, это получается слово «путина». То есть мы ребят отправляем на рыбопареработку. В этом году мы планируем отправить в Камчатский край традиционный и новое направление – это в Сахалинской области. Наши ребята, как всегда, поедут ближе к лету? Да, получается, это вторая половина июля месяца. У нас сколько человек в студенческих отрядах? Ну, если опираться на 2019 год, то мы трудоустроили более 6,5 тысяч ребят на рабочие места. То есть, если по головам посчитать, это 3,5 тысяч человек. Это вот по всей республике. А 2019 год еще ознаменовался тем, что у нас появились новые направления. То есть мы усиливаем работу именно по новым направлениям. То есть мы ребят отправляли по сервисному направлению, также по путиному направлению, ну и традиционно строительные и хозяйственные отряды. А вот куда именно отправляете? Вот на Камчатку много ребят ездят. Еще куда? Да, то есть мы отправляли в Сочи, в город Сочи, Геленджик. Это по сервисному направлению. Также мы участвовали на сервисических стройках. Это север у нас в республике. Ну и в Челябинске – это мирный атом. А если посмотреть внутри республики, да, где наши ребята задействованы? Может, в каких-то масштабных стройках? Ну, то есть в 2019 году наши ребята были задействованы на всероссийские стройки в север, получается. Это в Челябинском месторождении, это в Ленском районе. Вот мы туда отправили более 70-60 ребят, получается. Это три отряда. Ну, можно сказать, что студенты причастны к строительству газопровода «Сила Сибири». Да, да. Ну, на самом деле, хотелось бы поговорить о другом очень важном направлении. Это то, что вы занимаетесь поиском пропавших воинов в годы Великой Отечественной войны. Вот когда все это началось и где, вот, например, ты уже побывал? Получается, в конце 2017 года нам, вот тогда я был командиром штаба, поставили задачу, да, именно по добровольчеству какое-то новое направление, вот именно дать предложение. Мы с ребятами подумали, и вот в 2017 году наш боец, он участвовал тоже по волгоградскому направлению в поисковом отряде «Отважный». И он поделился вот этой идеей, то, что можно, то есть, создать такой отряд, но только студенческий дет. Мы взялись за эту идею и в 2019 году, ну, сумели впервые поехать на весенний этап Всероссийской акции вахта памяти. Это в Волгоградской области. Нас было четверо, то есть, помимо студентов, также были, то есть, это работники. Наш командиром был, это действующий полковник таможенной службы ЧВТРОК Николай Николаевич. По итоговым двухнедельным работам мы нашли 21 солдат, то есть, 18 из них, это вот именно солдаты РКК. Вот интересно, да, если вы находите, например, медальон или какие-то другие личные вещи солдата, вот как дальше продолжается поиск? Как вы ищете родственников погибших? Получается, в каждом медальоне есть серток бумаги. Мы один медальон нашли, но он был недостаточно, вот, вот, закреплен. Получается, и бумага внутри пересохла, то есть, невозможно было развернуть ее. Когда находит медальон, то передается в оперативный штаб поискового отряда, и далее там уже специалисты ее вскрывают, и далее уже там начинается работа по архивам и так далее, по поиску родственниковки. То есть, на этом, вот, часть работы, да, поискового отряда, она, то есть, не заканчивается. Не заканчивается. То есть, да, мы плотно все равно работаем, да, но вот в 19-м году, к сожалению, мы никаких документов не нашли. То есть, 18 человек, они, да, были объявлены, то, что они, ну, без вести пропали и захоронены в августе месяце на братской могиле. А вот все эти поисковые работы, они проходят только в летнее время? Получается, есть два этапа, это весенний и осенний. Летом, к сожалению, невозможно работать, потому что там 35-градусная жара, ну, и земля пересыхает, поэтому только весна и осень. Получается, что вы только один раз были вот участником такого отряда в 2019-м году? Да, да. А вот как вообще формируются такие отряды? Есть ли какие-то критерии для того, чтобы туда попасть? Ну, мы, если человек желает, да, участвовать в данном отряде, мы сразу говорим о том, о нюансах, то есть, это полевая жизнь, да, то есть, это, ну, то есть, как можно еще сказать? Ну, это трудная работа, да. Сложные условия. Да, сложно. Мы все-таки стараемся девушек не брать, потому что, ну, наша республика, она и так далека, да, то есть, мы больше ориентируемся именно на молодых людей, где. Кто именно сможет работать вот именно с лопатой, где. Ну, вот, в 2019-м году с нами поехала вот женщина из Алекминского улуса, так что она очень хорошо себя проявила. А вот, вот, интересно, по продолжительности времени сколько вот продолжается такая работа? Это, получается, с 27-го апреля мы выехали, да, и 12-го мая мы уже вернулись. Это буквально две недели. И вот за это время вы нашли более 20, получается, павших? Да, да. Вот вам лично что дает эта работа? Ну, получается, я сам вот в досуге, да, интересуюсь очень вот именно историческими, какие-то документальные фильмы, фактами, да, и мне вот этот вот опыт именно показал, ну, то есть, весь масштаб. То есть, если раньше я думал, что Сталинградская битва, это только в городе происходили битвы, да, то, оказывается, то есть, нет, то есть, это вся область, получается, была охвачена этим. То есть, меня там, прежде всего, удивило именно масштабы сражений. То есть, я в себе не представлял такого. То есть, да. Меняется вот масштаб именно этого события, да? Да, 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 да. Она более такой именно вот, большую масштабность как-то... Приобретает? Да, приобретает, получается. А вот, получается, что такие поисковые работы, они вообще, наверное, ведутся не только на территории нашей России, но и на территории бывших социалистических республик? Да, то есть, я слышал, да, то, что, да, в страны Прибалтике вот именно ищут те, но это, получается, уже какие-то вот, ну, тоже на уровне любительского, то есть, не слышал то, что вот именно как-то вот это как-то систематизировано ведется. Ну, и самая активная вот эта вот работа именно, вот, мне кажется, вот в России ведется. Вот на весенней вахте было около 300 человек со всей России. Четыре вот из них были. Вот те данные, которые вы обнаружили, которые вы там путем как-то все выяснили, вот это куда-то загружается, может, на какой-то сайт? Есть очень много интернет-ресурсов, да, но также вот некоторые вот опытные отряды, они работают непосредственно в архиве Министерства обороны, это в городе Перми, вот, то есть, там уже оперативно, вот, именно докладывается, где были сражения и так далее, кто там сражался. В этом плане очень хороший опыт мне показался именно вот из Татарстана отряда поискового. Они вот там очень систематизированы, ведут работу. Вот также вы занимаетесь восстановлением имен безвестно погибших, точнее, вот еще одно направление, которым вы занимаетесь, это вы ищете погибших по документам, архивным документам, да. Вот сейчас многие, как мы уже об этом говорили, многие вот такие данные, они отцифруются, да, их можно найти на каком-то сайте. Вот вы как считаете, такая работа, она необходима, как эту работу нужно и в дальнейшем продвигать? Да, то есть, она необходима, да, то есть, надо еще наладить систему у нас в республике, да, чтобы поисковые отряды выезжали, оказывать какую-то помощь. Есть помощь на уровне грантов, да, то есть, это гранты Ильдархана непосредственно, вот, тоже мы принимали участие, и в этом году тоже будем принимать участие на именно осенние этапы. На весенний этап мы планируем все-таки поехать по рыжевскому направлению, там организовывается лагерь именно по поисковым отрядам, где вот условия более-менее хорошие, чем в Волгоградском крае. Ну вот, в год 75-летия Победы, какие работы вы запланировали? Ну, хотим все-таки участвовать в осеннем этапе, да, то есть, организовать работу двух отрядов. Мы также будем подавать заявку на президентские гранты, то есть, сейчас активно ведется работа по поиску финансирования, то есть, в этом плане, да, есть какие-то трудности, да, именно с организацией выезды. В прошлом году мы участвовали в грантах Росмолодежи, но, получается, наша именно специфика региона, да, не позволяет именно выигрывать какую-то вот именно часть, потому что основная часть средств уходит на организацию транспортировки. Ну, вот как раз-таки хотелось спросить, вообще это затратно, вот, организовать такую масштабную поисковую работу? Да, мы в прошлом году сделали проект на полтора миллиона, и более половины, да, то есть, около 800 тысяч, это уходило чисто на проезд. Помимо этого, да, нужно еще точное оборудование, чтобы повысить эффективность вот именно поисковой работы. Вот вы сами какую-то инициативу проявляете, куда бы вы хотели поехать, как бы вы хотели эту работу там производить? Ага, ну, я опираюсь на нашего командира, да, руководителя, это на ЧБТРО Николая Николаевича, то есть, его опыт, он поисковик уже со многолетним стажем, вот, мы опираемся на его опыт, прежде всего. Вот именно опытный поисковик, он, прежде всего, очень важен для отряда. А вот такой вопрос, вот только студенческие отряды, они сами могут отправиться вот на такие работы, или они все-таки должны с кем-то в взаимодействии производиться? Желательно, да, ну, по своему опыту скажу, я, желательно, чтобы в отряде было два человека именно поисковых, ну, опытных поисковиков, да, опытных. Потому что работу тогда будет вестись более эффективно, более систематизированные. Ну, и также у опытных поисковиков есть вот именно точное оборудование, которое необходимо вот именно для совершения вот именно поискового уровня. Вот, например, сейчас, если смотрят наш эфир и будут сегодня смотреть, если появятся желающие, которые тоже хотят заниматься вот такой работой, присоединиться к вам, куда им нужно обращаться? Ну, студентам надо обращаться в оригинальное отделение по адресу улицы, ну, переулок Жиркова, да, Б, а если вот именно более взрослое население, да, есть оригинальное отделение поискового движения России идет, у них есть отдельный сайт, то есть информацию можно найти там, как вступить и как начать работу. Вот, кстати, перед тем, как вступить, какая-то проводится работа по обучению? Да, это, получается, поисковая работа, она сама по себе очень опасная, да, то есть бывали случаи, то, что находятся гранаты, какие-то фугасные вот эти снаряды, да, поэтому мы обязательно проходим обучение в ДОСАФе. То есть это обязательно, именно наличие вот именно первых именно вот этих навыков поисковой деятельности. Ну, не могу не спросить, находили ли вы якутян? Да. Получается, к сожалению, в 2019 году невозможно было определить, но опытные поисковики говорят, что очень было много азиатов, да, то есть среди... А, ну, возможно, что? Да, возможно, наши были. Ну, и большинство ребят, да, то есть это, получается, 20-летние, меньше 20 лет. Мне это очень сильно удивило. Ну, и ваши пожелания бойцам студенческих отрядов? Ну, своих коллег, да, бойцов, командиров, комиссаров я поздравляю с нашим днем, день российско-студистических отрядов. Студентам я желаю, чтобы вы, ну, вступили в данное движение, проявили себя. Большое спасибо. Благодарю, что нашли время, пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью» с гостем студии, руководителем студенческих путинных отрядов Алексеем Амосовым. Мы говорили о деятельности студенческих отрядов. Не переключайтесь.